Время говорить Ну а теперь обо всем подробнее Рязанские правоохранители вечером в пятницу наведались в один из развлекательных клубов города И пресекли там незаконную торговлю наркотиками Кроме того, в результате рейда полицейские внутри заведения нашли еще и более 130 литров паленого алкоголя В ночь с пятницы на субботу рязанские полицейские получили информацию о том Что в одном из ночных клубов нашего города некие молодые люди в режиме онлайн занимаются продажей наркотических средств В ходе проверки сообщения информация подтвердилась Как оказалось, трое посетителей увеселительного заведения были в состоянии наркотического опьянения А еще двоих товарищей при личном досмотре обнаружились наркотики растительного происхождения Также в ходе осмотра помещения клуба полицейские выявили нарушение в сфере реализации спиртосодержащей продукции Всего было изъято 130 литров контрафактного алкоголя Вот так блюстители народного спокойствия и правопорядка посетили Рязанский ночной клуб Как говорится, и с размахом, и с пользой И также в пятницу вечером произошло страшное дорожно-транспортное происшествие на трассе Клепики-Рязань Из лесовоза на полном ходу вывалились бревна Пострадали три легковые машины Водитель одной из легковушек погиб Подробности жуткой трагедии у Оксаны Тебенихиной Происшествия, больше напоминающие голливудский фильм ужасов 12 декабря, приблизительно 9 вечера, трасса Клепики-Рязань Груженый лесовоз направлялся в сторону регионального центра Естественно, за неторопливым грузовиком выстроилась очередь из желающих обогнать его В субботний вечер поскорее хочется домой И кто бы мог подумать, что в один момент прицеп оторвется от кабины И вместе с огромными бревнами полетит прямиком на следующие за грузовиком легковушки С ними совершили столкновение три автомобиля Это ВАЗ-2110, Volkswagen Passat и Audi A6 В результате ДТП водитель десятки скончался на месте происшествия Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы в ОКБ города Рязани Все-таки рязанские дороги остаются по-прежнему опасными Впрочем, дорожные инспекторы не только словом, но и делом пытаются снизить аварийность и смертность на них В городе продолжаются работы по установке новых светофоров на пешеходных переходах А также вдоль автодорог идет замена знаков на светоотражающие, которые отлично видно и в темное время суток Совсем недавно на улице Дзержинского и на участке между улицами Гагарина и Татарской занял свое место Предупреждающий знак с говорящей надписью «Внимание! Территория детской безопасности» Появился он не случайно и подобных в нашем регионе раньше не было Данный знак сигнализирует водителям о непосредственной близости образовательных учреждений И его введение является инновационным в дорожно-транспортной сфере Новые дорожные знаки «Дети», размещенные на флуоресцентной поверхности, имеют большую светоотражающую способность Дополнительно внимание водителя привлекает и надпись «Внимание! Территория детской безопасности» В Рязанской области такие знаки теперь установлены у четырех образовательных учреждений По мнению госавтоинспекции, применение новых технических решений будет способствовать обеспечению безопасности дорожного движения Работа в данном направлении будет продолжена Подобные предупреждающие знаки используются во многих странах Вот и в России все больше регионов устанавливают знаки со светоотражающей поверхностью В надежде на то, что лихачи на дорогах станут осмотрительнее А следовательно, будет спасена не одна детская жизнь А вот изменит ли что-то в сознании водителей данные нововведения, время покажет В музей молодежного движения сегодня собрались ветераны военно-морского флота Дело в том, что 315 лет назад император Петр I утвердил Андреевский флаг в качестве официального флага российского военного флота На протяжении последующих веков под этим флагом совершались кругосветные путешествия, открывались новые земли Под ним шли в бой многие поколения русских моряков и одерживали славные победы 315 лет назад, 11 декабря 1699 года, Петром I учрежден Андреевский флаг, олицетворяющий военный флот России Под ним шли в бой многие поколения русских моряков В честь этого события в музее истории молодежного движения собрались наши рязанские моряки и школьники Ребята смогли поближе познакомиться с историей происхождения флага и оценить его значимость для российского флота В виде сегодняшних наших почетных гостей мы видим людей достойных, не просто людей достойных, а людей, которые долгие годы своей жизни посвятили военно-морскому флоту Советского Союза, Российской Федерации Военно-морской флаг Российской Федерации представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным Андреевским крестом Свой выбор император объяснил тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла свое крещение Почему Андреевский? Ну это апостол, и он был спущен Богом на землю, и он ходил вокруг Черного моря Вот почему Андреевский флаг? Потому что в Воронеже строился тогда большой флот Мы хотели иметь доступ к Черноморскому морю, и будет посвящено также героям-рязанцам, военным морякам К сожалению, их у нас не очень-то много, а чистокровных рязанцев будет 9 человек Флаг развивался на мачтах российских кораблей до 1917 года Под ним совершались кругосветные плавания, открывались новые земли В советское время военно-морской флот ходил под государственным флагом СССР После распада Советского Союза в 1991 году в качестве основного военно-морского был введен исторический российский Андреевский Он был и остается в сознании россиян, гордым символом отечественной славы и доблести русского флота Военно-патриотическое воспитание в рязанских школах с каждым годом набирает обороты Широко такое движение стало распространяться примерно 15 лет назад Именно тогда во второй школе-интернате были сформированы первые казачьи классы О родоначальниках казачьего движения расскажет Оксана Тебенихина Рязанским казачьим кадетским классам исполнилось 15 лет В связи с праздником 12 декабря во дворце культуры Приокский прошло торжество, на котором кадеты-новички приняли клятвенное обязательство Первые кадетские классы были открыты в школе-интернате номер 2 в 99-м году Организаторы проекта решили, что учеба в кадетских классах будет способствовать Воспитанию нравственных качеств на приеме отечественной истории, героических подвигов, русского народа, традиции российской армии Классы с военной направленностью сегодня открыты во многих рязанских и районных школах Сегодня мы являемся свидетелями рождения новых отрядов Симпатичных молодых людей, готовых служить Родине и Отечеству, и Богу Это очень важно. Каждый из них сознательно выбрал с вашей безусловной помощью Это вектор своего развития И мы рады тому, что они сегодня, произнося слова обязательств Наверное, глубоко продумали их содержание И полностью отдают себе отчет, какой груз ответственности они принимают на себя За 15 лет из кадетских классов выпущено 225 учащихся Многие ребята поступили в высшие военно-учебные заведения, чтобы продолжить доблестную службу во благо нашей страны Сегодня в Рязани стартовала донорская акция «С Новым годом служба крови» Известно, что потребность пациентов в компонентах крови всегда велика И специалисты областной станции переливания крови на протяжении недели будут ждать как добровольцев-новичков, так и доноров со стажем Сотрудники станции переливания крови активно принимают участие во всех донорских акциях Нынешняя не стала исключением Елена Кислая сдает кровь на тромбоциты Женщина – начинающий донор На ее счету всего три кроводачи Елена – трансфузиолог Участвует в акции не потому, что доноров не хватает, а по велению сердца 50 минут в горизонтальном положении Головокружение и слабость – нелегкое испытание Но Елена справляется Донор тромбоцитов мечтает, если честно, чтобы меньше людей нуждались в этих Клетках крови, потому как это заболевания серьезные Тромбоцитопатии различные Поэтому мне бы хотелось, чтобы меньше заявок было Акция с Новым годом службы крови проводится второй раз Главная цель – привлечь первичных доноров По-прежнему востребованы главные компоненты крови Концентрат тромбоцитов, эритроцитарная масса и замороженная плазма Медики говорят, острого дефицита в материале не испытывают Но лишняя кровь никогда не помешает Трансфузиолог Ольга Филатова – сама донор На ее счету 38 кроводач Ну, конечно, хочется всех поздравить с наступающим Новым годом Пожелать здоровья, удачи, исполнения желаний в этом году Конечно, для нас больше доноров – больше жизни Донорство – это милосердие, помощь ближнему и незнакомому также человеку И, конечно, всех приглашаем на областную станцию переливания А у этого донора сегодня юбилей – 30-е плазмодача Сергей – кадровый донор, сдает кровь с начала 90-х Первый раз пришел на станцию переливания, когда произошел несчастный случай с его коллегой Обжегся человек и нужно было сдать И мы первый раз вот сюда приехали Здесь очень хороший коллектив, очень хорошие врачи Они очень хорошо приняли нас Сергей, впрочем, как и все профессиональные доноры, говорит Что в первый раз тяжело, а потом затягивает Поэтому хочется приходить сюда снова и снова В Рязани завтра открывается филиал крупной сети клиник «Семейные» Для областного центра это знаковое событие Ведь здесь будут работать два с половиной десятка врачебных кабинетов А оборудована клиника самой современной техникой Визит к врачам – не самое приятное занятие Ведь даже взрослые рабеют перед дверями медицинской клиники Что уж говорить о малышах Никому не нравится сидеть в душных очередях Или бегать из одного медучреждения в другое Но, кажется, ситуация в нашем городе начинает меняться в лучшую сторону В Рязани открыли филиал крупной московской клиники «Семейная» Располагается он по адресу заводской проезд, дом 1 До сегодняшнего дня это была исключительно московская сеть Для которой Рязань оказалась первым выходом в регионы И, как друзья, двери семейной клиники всегда открыты для посетителей Благодаря большому штату врачей и широкому спектру установленного оборудования Здесь могут получить помощь все, кто в ней нуждается Запишитесь на прием к любому специалисту, и он назначит вам лечение Поможет пройти необходимую диагностику и сдать анализы С точки зрения использования современных технологий Это, наверное, будет передовая клиника в городе Потому что все, что сегодня медицинская наука и медицинский бизнес Может себе позволить, все здесь есть Клиника находится между двух вокзалов Рязани 1 и Рязани 2 Через две автобусные остановки автовокзал То есть к клинике имеют доступ, в принципе, все жители области Прикрепительная способность клиники «Семейная» впечатляет до 50 тысяч пациентов Это больше 300 приемов в день Масштаб районной поликлиники только лучше добавляют собравшиеся на открытии гости Очень все здорово, все хорошо Я рад за тех наших посетителей, которые смогут здесь получать медицинскую помощь Мне радостно за тех врачей, которые здесь будут работать В этих современных условиях, на современном новом оборудовании Без высоких технологий сегодня не мыслим ни один по-настоящему современный медицинский центр В новой клинике есть отделение гинекологии, урологии и травматологии В перспективе планируется и хирургический стационар Одновременно открыты 25 кабинетов различных специалистов, включая УЗИ и рентген Сотрудники в основном местные В этом вопросе главную роль сыграл Рязанский медицинский университет Впрочем, московские специалисты не оставят клинику без внимания Возможность при необходимости проконсультироваться со столичными профессорами будет у любого пациента Университет оказал нам огромное содействие в вопросе подбора кадров За что он безграничным признательно Мы к высококвалифицированным кадрам приложили высококачественное оборудование Я думаю, что вместе все это даст хороший эффект с точки зрения повышения качества лечения Теперь на плановый осмотр можно пойти всей семьей Пилотный региональный проект станет важным и серьезным шагом на пути к оздоровлению рязанцев Это был завершающий видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробностей Гостем студии стал министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Михаил Пронин И на этом сегодняшний выпуск информационной программы подошел к концу До встречи в завтрашнем эфире Редактор субтитров А.Семкин